Глава десятая. О, как грустна вечерняя земля или вторая акустика. Время шло. Нам безумно нравилось все, что мы делали. Но, к нашему великому сожалению, это совершенно ни во что не выливалось. Даже по-человечески записать результаты нашего труда мы не могли. Просто не знали, где и как. Не было связей, не было денег. Наш первый альбом «Ересь» мы откровенно переросли, да и записан он был на бытовой кассетный магнитофон второго класса. Нам казалось, что вот если записаться на хороший магнитофон, то тогда да, тогда ого-го. Так что я принял единоличное решение, что нам нужна хорошая качественная стереозапись, чтобы людям показать не стыдно было. В феврале 91-го года я устроился на завод турбинных лопаток фрезеровщиком. Отец мой фрезеровщик высшего разряда, так что кое-какие навыки по работе с металлом у меня имелись. Идти к 6 утра на работу было не больно весело, но у меня была цель. За 3 месяца я сделал множество турбинных лопаток и заработал немного денег. Зарплаты хватило на двухканальный бобинный магнитофон, да на пару конденсаторных микрофонов. Это было уже что-то. Кстати сказать, всегда покупка нового магнитофона, комбика, гитары, любого инструмента или оборудования приводила к появлению новой песни, или по крайней мере новой аранжировки. Мне так понравилось записывать себя на хороший магнитофон, что первым делом я придумал песню «Лунный пень» и сразу потащил ее горшку на бобинном магнитофоне. А он тяжеленный, 20 килограмм. Сделал запись и несешь другу послушать. Позднее на музыку песни «Лунный пень» князь написал стихи «Звонок из ада» и она превратилась в песню «Мертвая земля». А еще позже стихи снова поменяли и появилась песня «Мотоцикл». Треться подо мной, Матоксикал твой Но чё? Общал меня домой Глядя на поля И не заметил я Чтоб кто-то Чешет прямо на меня И раздался крик во мне Кровь в лицо попала мне Кто-то сзади гоносил А я к нашему вылазил Благодаря тому магнитофону На свет появилась оригинальная запись О которой хочется рассказать особо В эту сессию вошли 4 песни Северная музыка О как грустна вечерняя земля Соловьи утро И где по утрам восходит солнце Первая Северная музыка Северная музыка О город на столе И печата тухи В спинах твоём челе Летно удаляется Дождь идёт порой И к зиме готовится Северная музыка Забираешь пусть и осенние цветы Однажды ночью Другу новые песни Поэтому приходилось записывать на бумажке Любые строки Пришедшие в голову Немного переосмыслив песню Мы записали её на бобинник Все девушки Которым я потом её ставил Обязательно спрашивали А стихи неужели ты написал? А музыку где взяли? Мелодию в конце песни Кстати придумал Горшок Много позже Мы сочиняли гитарное соло Песни Халдей Илья предложил Горшку Вставить туда цитаты И кусок мелодии Из северной музыки Он с радостью согласился Мы вообще любили такие шутки Цитировать песни Которые никто не знает Или просто шутить так Чтоб понятно было Только нам самим Вторая О как грустна вечерняя земля О как грустна вечерняя земля Таинственно туманы над болотом Туманы над болотом И как бродил под тем болотом я Оплакивая немощно кого-то Душевными слезами Волшебные целительные дни Зачем напрасно вы меня терзали? Я был, я есть Я чувствую без Помню, как вчера, хотя прошло 25 лет Однажды ночью я читал книжку И пришел в такой восторг Что почувствовал необходимость Выразить это стихами Написал, набросал мелодию А наутро пошел к горшку И мы начали копаться и переписывать Стихи переделали под нашу манеру исполнения А музыку буквально по строчке писали Не заботьтесь о каких-то там четвертях Горшок, например, говорит Давай из четырех тактов последние два уберем А я тогда Давай второй и четвертый местами поменяем И мелодию выведем наверх В итоге музыки получилось много И мы решили запихать ее всю в одну песню Влезло не все Но зато я умудрился засунуть в середину Проигрыш из Sex Pistols Если кому интересно, что за книгу я читал Пусть загуглят слова О, как грустна вечерняя земля Третье Соловьи Утро Раннее, раннее утро Убирайтесь прочь Дайте перед смертью Я один побуду Только я до ветер И бегут по небу облака А за ними тянется душа То ли ночь пришла внезапно Стало все каким-то странным Все во мраке затерялось Солнце лучу во мгле застыл Соловьи пропойте мне Для души чего-нибудь Что взлетел я, как во сне Смог бы к Богу заклянуть Посмотрел бы, слышу ты Униз на матушку землю Там черти шумлют Сыны твои мрут Соловьи пропойте мне Эту песню мы записали в тот же день Незадолго до этого Мы посмотрели фильм Черная роза – эмблема печали Красная роза – эмблема любви Там промелькнула мелодия Из Сильвы Имри Кальмана А надо вам сказать Мы с Горшком Оба его большие поклонники И мы сидели с гитарами И переосмысливали Любимую сцену Помнишь ли ты, как мы? Помню ли я? Помнишь ли ты? Именно переосмысливали Думая о ней Начинали играть И дальше развивали Песню по-своему У нас осталось много Музыкальных тем Не вошедших в О, как грустна И нашлись Андрюхины стихи Горшок чуть ли не из-под матраса Вытащил какие-то Мятые бумажки с набросками И из них мы сварганили текст Если бы не это Могли бы не записать песню И забыть музыку Смешно? Не правда ли? Не время смешное Скорее состояние Состояние души Кстати, уже после этой Ужасной И нелепой трагедии Князь с Лешкой Горшеневым Записали песню Боль В ней явно прослеживается Параллель с соловьями Я в то время уехал в Лос-Анджелес Реставрировать пленки И закончил уже после выхода боли То есть оригинальной записи Соловьев у князя не было И он эту мелодию вспомнил сам А ведь сколько лет прошло Четвертое Где по утрам восходит солнце Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я принес горшку тетрадку Со своими новыми стихами И он сразу выбрал эти И хотел наложить их На какую-то совсем уж Заунывную тему Которую я сразу забраковал Утверждена была Не то третья Не то пятая мелодия Я в сочинении музыки Участия почти не принимал Только вторую гитару Придумал и сыграл До сих пор, кстати, нравится Много позже Андрюха написал другие стихи И получилась песня Блуждают тени Где, кстати, я тоже придумал И сыграл соло Какой таинственный рай Казалось, прятал ночь Я подошел, как думал И стал ждать Чего не знаю В тишине Вдруг пристали о себе Блуждают тени Возле дома Разные сказочные звезды Ищет внутри Какая все-таки странная И загадочная судьба У гитарной партии В этой песне Несмотря на приличное качество Эта запись не получила Никакого распространения У нас тупо не было чистых кассет Друзья нас послушали А как дальше поступать Непонятно Концерт по-прежнему Казался недостижимой мечтой И мы, как обычно Бросив старый материал Приступили к новому Душа просила электричества Кстати, в том, что Эта запись осталась Лежать на полке Есть один плюс Пленка не осыпалась Только потому Что ее более 20 лет Не трогали и не перематывали Она хранилась у меня И позже ее помог Переправить в Калифорнию Мой друг Лешка Деги Я нашел приличную студию В пригороде Лос-Анджелеса Голливуд И два мастера Под моим чутким руководством Сначала пекли ее А потом восстанавливали звук Это было долгое И непростое дело Попробуй-ка проиграть пленку Которая осыпается После каждой промотки Помню, я писал мастерам Try to express the spirit Of St. Petersburg In summer Вроде получилось Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok